Несчастные случаи на горках – уже обычное явление. Во время зимних каникул, на первый взгляд, безобидное развлечение закончилось трагически для жителей нескольких регионов России. О серьезных травмах и гибели детей сообщали в Башкортостане, Татарстане, Новосибирской и Ярославской областях. 15 января в Москве погиб 10-летний мальчик. При спуске с горки он ударился головой о фонарный столб и тут же потерял сознание. Привести его в чувство не смогли ни свидетели, не фельдшеры. Врачи неоднократно предупреждают об опасностях тюбинга. Два вида несчастных случаев, с которыми можно встретиться. Первый вид – это прямое столкновение. То есть, когда столкновение одного катающегося с другим, столкновение с теми же деревьями, какими-то предметами. И другой вид несчастных случаев – это компрессионные повреждения, поскольку на ватрушке достаточно интенсивно подпрыгивает катающийся. Идёт большая нагрузка на позвоночник, шейный, грудной, поясничные отделы. При спуске с горы ватрушка может развивать скорость до 100 км в час. Ушибы мягких тканей, переломы конечностей, сотрясение мозга – меньшее из того, что можно получить, если не соблюдать элементарные правила безопасности. Ватрушка должна быть надлежащего размера, надута надлежащим образом. Катающийся в ней человек должен удобно сидеть и держаться, для того, чтобы просто не вылететь. С другой стороны, никогда нельзя забывать о собственной безопасности. Этим пренебрегать крайне опасно. И перед тем, как просто съезжать с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий, ничто не мешает. Но и по ходу движения с горы тоже нужно контролировать, куда движется ватрушка. Специалисты призывают кататься в защитном шлеме. Дети должны обязательно находиться под присмотром взрослых. Опасно садиться на ватрушку нескольким людям сразу или связывать тюбинги между собой. При спуске нельзя тормозить ногами, руками и какими-либо предметами. И самое главное – кататься необходимо только на специализированных огороженных трассах, которые соответствуют правилам эксплуатации.